Как бы мне хотелось увидеть недалёкое прошлое нашей прекрасной земли. А вот для этого, далеко-далеко во вселенной, надо построить зеркало. Да, ребят, наконец-то я нашёл время вернуться к теме легендарных пенсионеров, с которыми у меня лично связано немало воспоминаний. Мой крайний ретро-обзор на канале был посвящён телефону Siemens C65, которым я пользовался достаточно долго. Но, конечно, конечно же, мечтал об экране побольше и более солидном функционале. И так как после C65 я привык к этой программной оболочке, то присматривался именно к Семёнам. Но была ещё одна причина, более приземлённая. С деньгами у меня было не густо, а Siemens'ы стоили сравнительно адекватных денег на вторичном рынке. И изначально я смотрел в сторону модели CX65BU. Да, именно BU. Я был юный нищеброд. Но неожиданно подвернулся интересный по деньгам вариант немного поюзанного S65, который вышел в 2004 году, но максимально популярен он стал именно в 2005, когда я его и купил. Именно он стал следующей моей мобилой, о которой я и хочу сегодня с вами поностальгировать. Siemens S65 позиционировался как аппарат бизнес-класса. Да, сейчас держишь в руке этот хрустящий, люфтящий пластиковый брусочек, и понимаешь, что даже в те времена он слабо тянул на настоящий бизнес-класс. Но тогда он казался мне действительно стильным и просто офигенным внешне. Сочетание серебристого и чёрного цветов, хромированные элементы корпуса, оригинальное оформление клавиатуры, немаленький по тем меркам дисплей – всё это, конечно, радовало глаз. По сравнению со своими предшественниками CX65 и M65, S65 мог похвастать тремя козырями. Камера получила разрешение 1,3 Мп, раньше было 0,3. Также помимо популярного тогда инфракрасного порта, здесь имелся и модуль Bluetooth, и появилась поддержка карт памяти формата RSMMC. Причём слот для карточек памяти находился на нижнем торце рядом с интерфейсным разъёмом, то есть поддерживалась горячая замена карт памяти без необходимости вырубать телефон и извлекать батарею. Приятным бонусом стало и наличие качельки настройки громкости на правом торце, и с помощью этой же качельки можно было быстро запускать камеру и диктофон. Клавиатура с белой подсветкой вроде бы и устраивала, но и минусы у неё тоже были, в частности мне очень нравился её внешний вид, это разделение серебристыми линиями на три ряда смотрелось шикарно. Но сами кнопочки из прозрачного пластика узкие, плюс слабая читаемость шрифта на клавишах, но к этому, конечно, я быстро привык и набирал текст практически вслепую. Джойстики у сименсов я считаю одними из самых удобных и самых надёжных, у меня никогда с ними не было проблем. Дисплей такой же, как у M и CX65, диагональ 2,1 дюйма, разрешение 132 на 176 точек, и всё это дело спрятано под прозрачным пластиком с огромной прослойкой воздуха под ним, ну классика того времени. Зато дисплеи тогда разбивались крайне-крайне редко, такая броня надёжно защищала матрицу. Да, сейчас ты смотришь на этот экранчик и думаешь, ну ёлки-палки, ну вот как, как он мог казаться мне большим, но после Siemens C65 этот дисплей был просто огромен. Да, он не отличался хорошей чёткостью, выраженная пикселизация, не очень насыщенные цвета, зато какая шикарная читаемость на солнце. Экран трансрефлективный, со специальным отражающим слоем, и он прекрасно читался даже с полностью отключенной подсветкой. Посмотрите сами, сейчас подсветка на нуле и мы можем увидеть всю информацию. Да, такой себе Always-on-Display из прошлого. А теперь немного магии. Даже если мы извлечём батарею, изображение всё равно останется на несколько минут зафиксированным на матрице. Вот такие приколы. Батарея на 750 мА, автономность так на вскидку могу приравнять к современным смартфонам. То есть, если я пользовался им в основном как звонилкой, хватало на полтора-два дня. Ну а залипая в игры или используя мобильный интернет где-то на ночном дежурстве, запросто высаживал его за несколько часов. Под аккумулятором классика, слот для одной сим-карты и наклейки, глядя на которые мы видим, что этот экземпляр сделан на родине Siemens в Германии, а сам телефон имеет сертификацию RST. Камера на целый мегапиксель, это конечно было круто, но оптика здесь явно дешманская, да и сенсор определённо не из лучших. Качеством фотографий S65 порадовать не мог. Тем не менее, в отличии от C65, эту модель я уже использовал для съёмки каких-то моментов в своей жизни, и в моём архиве на ПК я даже откопал фотки с этой мобилы, и вот несколько примеров. Да, качество ни о чём, но тогда было более-менее норм. Можно снимать 3GP видеоролики длительностью до 30 секунд, но я лично видеокамерой практически не пользовался, потому что качество видео где-то на уровне плинтуса. Эти немецкие телефоны никогда не отличались скоростной работой, и за такую медлительность некоторые буквально ненавидели сименсы. Любой владелец Семёна наверняка помнит эту назойливую надпись «Пожалуйста, подождите». Да, сименсы любили подумать, но в то же время огромное количество людей просто обожали эти мобилы за их оболочку и функциональность, которая тут была на высоте, особенно радовала работа с файловой системой. Она здесь была просто божественная. Закидывай любые файлы, сортируй их по папкам как угодно, используй телефон в качестве переносного диска, без проблем. Пожалуй, в этом плане превзойти сименсы могли только первые смартфоны, которые были по карману далеко не всем. Ну а теперь давайте немного побродим по этим менюшкам, вспомним, как всё это выглядело. Анимированные иконки меню выглядят более солидно, чем в CX65, где они были нарисованы как будто третиклассником на перемене и выглядели немного нелепо и слишком мультяшно. Заглянем в органайзер. Здесь у нас будильник, диктофон, калькулятор и прочие полезные штуки. Телефон имел несколько предустановленных тем оформления, были и встроенные игры, но они здесь не сохранились, особенно запомнилась игра Worms про тех самых червяков. Морской бой тоже был прикольный, также помню гоночки 3D ралли от Siemens и конечно никто не мешал устанавливать Java игры, которые кстати в Siemens легко передавались через инфракрасный порт от одной мобилы к другой, и это опять же была фишка именно Siemens. И этому черной завистью завидовали владельцы других телефонов. Естественно большинство активных пользователей устанавливали браузер Opera Mini, в моих телефонах это была наверное самая используемая программа. В встроенной памяти доступно почти 10,5 мегабайт, но в те времена это было нормально. Ну и естественно послушаем эту немецкую сорокатональную полифонию. Вот такие вот мелодии в то время были популярны, но полифонии на Siemens'ах редко кто пользовался, потому что эти телефоны поддерживали формат Wave, который звучал максимально приближенно к MP3. Вот только динамик подкачал, такая музычка похрипывала. А вот одним из главных минусов S65 можно как раз таки считать отсутствие поддержки воспроизведения MP3 файлов, тем более при наличии поддержки карт памяти. Ну вот как, как можно было не дать ему MP3? Да, были какие-то прошивки с поддержкой MP3, но это уже танцы с бубнами, пойти на которые могли далеко не все, а ведь конкуренты не спали. В те времена мобильная индустрия развивалась быстрыми темпами каждый год, если не каждые полгода внедрялись новые функции и появлялись новые возможности. Например, Nokia 6230 в 2004 году уже могла предложить поддержку MP3, в том же году появилась легендарная Motorola E398, это был вообще музыкальный монстр. В общем, постепенно Siemens'ы начали отставать от своих оппонентов, и вот эту 65-ю линейку можно считать последней удачной серией от Siemens. Данные аппараты пользовались хорошим спросом и во многом благодаря невысоким ценам. Да и на вторичном рынке 65-е Siemens'ы выглядели очень интересно по соотношению функционала и цены, а вот следующая, 75-я серия, уже не могла полноценно конкурировать на рынке. Началось резкое падение Siemens' как производителя мобильных телефонов. Компания не справилась с жесткой, постоянно нарастающей конкуренцией и буквально за пару лет из лидера превратилась в аутсайдера. Потом было слияние с тайваньской компанией BenQ, но и это не помогло. В 2006-м BenQ Mobile объявляет себя банкротом. Это был конец. Но Siemens навсегда останется компанией, которая стала одним из первопроходцев в области мобильных телефонов, подарив миру целый ряд прекрасных аппаратов, которые в свои годы являлись одними из лучших. Теперь это легенда, приятные воспоминания и ностальгия. Я вырасту и построю такое зеркало. И мы увидим свое прошлое. Правда? Правда.